здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала сегодня я хочу вам показать как чувствовали орхидейки в лечузе и почему я решила их оттуда пересадить чтобы в дальнейшем избежать вот этих вот лишних вопросов по поводу того что куда делась лечуза сгнили не сгнили ну в общем как обычно я делаю такой видео отчет как вы помните в лечузе росли мультифлорки я вставлю обязательно фотографии напомню вам потому что может быть кто-то смотрит мое видео мой канал впервые это очень красивые мультифлоры вставлю фото как они цвели когда их ток пересадила то есть магазинное цветение и так же вот сейчас вы посмотрите фото домашнего цветения по какой причине собралась я их вытащить вообще как бы когда я их только пересадил у меня есть одна моя хорошая знакомая она говорит слушай я горит тоже хочу такую мультифлору я города не переживай я говорю я тебе найду куплю обязательно груи будет подарок от меня этому вот мультифлора я грану в крайнем случае если я не найду то я продам тебе свою она живет не в москве и недавно она приезжала ко мне в гости и говорит слушай ну ты же мне не нашла мультифлору отдавай своих вот ну куда деваться в общем я обещала значит надо сделать как вы помните они у меня так как бы поперек горшка на росли так непродуманно я их посадила но принципе три штуки по другому то и не посадишь и я прям вытащила из горшка эту орхидейку конечно там кора выспалась все корни были хорошие это было самое лучшее из трех орхидеек корней там было полно корешки старые наверное штучки три такие были гнилые они перегнивали как бы да ну было очень много новых корней то есть лечу за себя показала хорошо и еще также если вы помните кто смотрел ссылку кстати на видео о посадке и обзор на обзор ссылочку когда приехала с дачи и цвела одна из мультифлор из этих я оставлю в описании под видео вот поэтому у них были плохие корни и шейки сейчас я вам постоянно пятна вот эти я их купила с пятнами черными на листьях на шее вы помните я их ничем я их а единственное что зачистила чем-то замазала уже даже не помню не максимум может быть наверное фундазолом потом еще раз у них появлялись эти пятнышки опять я по чуть-чуть прям эти пятнышки убирала и замазывала ну и потом я абсолютно с ними ничего не делала у них были плохие корни вообще они такие бы мало корней не очень хорошие корешки и сейчас я вам хочу показать вот результат это была самая болезненная самая маленькая орхидея к она в принципе осталась маленькая потому что листики нижние она отсушила она тоже у меня цвела недавно но она вот нарастила такие вот я считаю хорошие корни эту орхидейку я тоже подарю вот потому что мне две одинаковых не нужны так как я одной своей подруги отдала орхидейку у меня была еще одна которая тоже нравилась эта мультифлорка и когда она узнала что в общем-то я отдала нашу общей знакомой свою мультифлорку она говорит а мне а меня значит ты не любишь ну так вроде бы как в шутку но я решила могла бы я оставить в личузе кстати говоря две орхидейки и также бы они еще бы лучше себя чувствовали да потому что вот такая у них такое корыца замечательная но я думаю чтобы никого не обидеть как бы отдам и вот вторая мультифлорка посмотрите даже сейчас что показать корни корней не так вот прям много но вот она нарастила вот такие вот длинные длинные корни которые там расползались по всей личузе и она росла вот это был старенький корешочек вчера я их замочила кстати замочила чтобы вот эти вот воздушные внутренние корни все размякли потому что в личузе я бы не сказала что там болото было был грунт внутри чуть-чуть влажный так скажем и вот это вот это был старый корешочек потому что на нем была зеленка и замазывала я зеленка когда ну при посадке корни были намазаны поэтому с уверенностью могу сказать что это старый корень в принципе по нему и видно видите что он такой был больной старый а вот это вот уже корешки наросли в личузе они светлые это вот потому что они не получили не получали света в личузе так как она не прозрачная да но корни абсолютно здоровые длинные а эти корни они как бы велись по поверхности вот уходили внутрь видите которые внутрь уходили также вот такие светлые корни ну в общем то вот такую копну корней орхидейка нарастила и хорошо себя чувствовала листьев вот вот эта орхидейка вот это первый лист она кушает за все это долгое время если я не ошибаюсь я могу точно вам не сказать то что летом там она в москве была я вот не помню она цвела или то орхидейка ну в общем то есть я так думаю чем похвастаться то есть абсолютно здоровыми корнями длинными без всяких болячек вот и абсолютно хорошим турбером листьев и новым ростом корней то есть вот некоторые фазе роста находились корешки мне очень понравилось состояние орхидейка так бы они конечно я бы их честно не стала бы дергать не стала бы вытаскивать естественно ну росли они три штучки вместе я задумку у меня такая изначально было это не спонтанное было какое-то решение ну вот дело случая не хочется обижать своих дружбанок и мне как бы проще отдать мне не жалко так а вот в эту лечузу я посажу орхидейку я конечно какую-то свою домашнюю пересаживать не собираюсь в лечузу потому что все домашние мои орхидейки пересажены но будет орхидейка какая-нибудь вот недавно бабочка была если бы я знала что вот так она выйдет я бы эту бабочку допустим эти бы вытащил орхидейки бабочку сюда посадила у меня такая задумка так как эти мультифлоры они все равно достаточно не крупное растение даже вот это вот она все равно не крупная орхидейка хотя в принципе она абсолютно могла бы и 1 расти в этой лечузе но видите по краям как бы место есть у нас как цветы стоят вот у меня стоит орхидейка да вот она например посаженных горшочек да ну например вот в такой мы же ориентируемся по листикам мы же не поставим куда-то горши там другой горшок прям вплотную да листья эти будут друг на друга ложатся ложиться я вот допустим такие посадки будет такую расстановку не люблю стараюсь как-то чтобы они мне аккуратненько все стояли видеть какая крупная не заряжала вот поэтому в моих планах естественно я буду сажать что-то в этот горшок и это что-то будет орхидея и моих планах посадить орхидею чтобы не допускать опять прежние ошибки так чтобы листья у нее были вот как бы поперек получается вот это ли чузы вот так вот у меня будет сидеть другая орхидейка вот но не мульти флора то есть будет орхидея сидеть у которых будут большие листья то есть крупнее листья будут вот чтобы хотя бы этот горшок оправдывал свое занятое место на подоконнике но так как вот с ним вообще вот с ли чузы нет никаких проблем то есть вот он поплавок который мне немножко погрызла марина в свое время она его вытаскивала видите и погрызла вот он такой но он все равно работает в крайнем случае можно поплавок поменять вот и обязательно я хочу какую-нибудь орхидейку посадить пусть она жирует пусть она там хорошо себя чувствует и отдать все место 1 орхидейки ну а эту мульти флору я не знаю во первых я еще не знаю чего посадить потому что как вы видите корней не так много но относительно не так много но они такие вот понимаете длинные я знаю что многие вот обрезают корни у орхидей допустим просто достали я пару видео смотрела конечно в шоке я ничего не стала писать но я этого не понимаю то есть человек чтобы ему не менять вот емкость горшок он не обновляет ее как бы да не срезает с плохими корнями а вверх там с хорошими оставляет то есть человек достает орхидею вот такие вот здоровые корни он обрезает чтобы посадить вот опять же вот допустим росла орхидея у него в таком горшке и он обрезает корни чтобы посадить опять же в этот горшок я этого не понимаю я этого не принимаю если у меня ее не получится посадить вот на фитиль в такой горшок я эту орхидейку опять посажу в личузу так как я еще одну орхидейку отдаю я ее посажу на фитиль и отдам как бы уже на фитиль или в двойной не знаю подумаю еще и отдам ее уже в хорошем как бы состоянии все нормально у нее будет абсолютно если это не уместится я ее посажу обратно в личузу это даже не оговаривается я никаких корней ни за что обрезать не буду я очень радуюсь каждому корешку каждому листочку до сих пор то есть я хожу увидела там новые листочки я очень этому процессу радуюсь и чтобы обрезать вот такие взять корни пополам чтобы засунуть в какой-то там горшок ни за что в жизни как бы когда я сажал в личузу я понимала что если приживутся все будет нормально вот кстати когда вытаскивал тут еще какое-то количество корней прям вот к стенке очень сильно приклеились видите она торопилась вот у орхидеи прямо игру прямо с горшка выдернули воды эти я потом так аккуратно аккуратно достала и вот видите какие-то корни вот прикрепились вот горшочку грунтом хороший кора там хорош я думаю часть возьму из личузы потому что много там в общем посмотрю давайте так я сейчас посажу и покажу результат то есть уместится у меня в горшочек если нет то в личузы покажу вам результат чтобы на будущее вы уже знали что где у меня растет это мультифлора и почему вот ответ я вам почему дала потому что две мультифлорки я отдаю двум своим подружкам ну а третья останется у меня встретимся поставь после посадки и так посадила я вот свои орхидейки если честно вот эту маленькую было сложнее на самом деле посадить потому что корни вообще не сгибались ну соответственно в какую-то еще больше емкой смысла не было сажать потому что корней не так много пришлось факта где-то уложить где-то даже поломать корешки ну как бы поломать не специально пока то есть я пробовала их вот видите сломала пробовала их уместить в горшочек ну там внутри вот корешочек идет посадила я вот на фитиль и еще не успела их даже помыть и придется мне заливать там пусть даже с поломенными корнями заливать я пока здесь наверное я вот так ногтем провела видите и повредила лист ничего страшного подсохнет но заливать мне их придется или просто воду оставлю потому что грунт все равно влажный это вот личуза то есть внизу там горшке личуза была личуза которая шла в комплекте и то есть когда я вот так кору брала из этого горшка то есть тут и личуза но она по большей степени все-таки сверху я постаралась но внутри тоже есть получается там кора уголь личуза в общем все все намешано замешано потому что полностью грунт я брала из того горшка ну как бы во первых они в нем росли во вторых кора абсолютно хорошая крепко не разложившиеся и вот такая вот аккуратненькая посадка получилось ой господи что ж такое то у меня получилось с большой орхидейкой так скажем относительно большой вот вот так вот тоже легли корни корни ложились в принципе хорошо потому что они у меня вчера вечером отмокали потом я помыла листики квер тормашками они простояли до утра сохли и утром я опять положила их в контейнер с той же вот водичкой я наводила значит коктейль из фитоловина и hb101 две капли добавляла но там контейнер большой потому что корни длинные я их замачивала в таком длинном контейнере где достаточно много воды уходит и буквально 2-3 капельки hb в последнее время я им так часто пользуюсь достаточно чушь тут говорить раньше как-то купил не пользовался а сейчас прям везде его капельку-две добавляю считаю что перебарщивать не надо пусть даже там как пишут все натуральное но это все равно стимулятор да и вот такая вот аккуратная посадка за эту посадку можно не переживать потому что здесь очень много большое пространство для воды и можно спокойно тоже грунтом какой-то сухой был какой-то влажный грунт был и можно спокойно просто долить я все равно их по возможности залью конечно потому что фитиль такая штука что тоже начинает не сразу не с первых часов работать пока этот весь процесс запустится лучше конечно лучше всего это их будет залить но так как я завтра проезжаю вот не знаю все равно постараюсь залить хотя бы на пять минуточек они у меня пять минут постоят оставлю также воду внизу как и всем остальным без удобрений без всего 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 вот и будут они у меня так расти как я сказала одну из них я дам одна останется у меня вот так распределились три орхидейки из лечузы ну а когда ко мне придет орхидея который я уже купила ну не знаю когда теперь отправка потому что я уезжаю через две недели еще холоднее будет поэтому я честно не знаю когда она ко мне дойдет приедет планирую как бы посадить ее но я вам все покажу расскажу расскажу по мере поступления орхидея и всего прочего вот но теперь вы знаете что мультифлорка у меня растет в обычном горшочке растут на фитиле такой способ посадки мне нравится в принципе я думаю что особо они перемен не должны заметить потому что принцип лечузы тот же самый то есть внизу вода и грунт слегка влажный все спасибо всем большое за просмотр надеюсь вам понравилось это видео всем пока пока